поздравьте меня я нашел последние месяцы исчезла вот это вот абрикос успех фотографии мы оставили сильно хороша и когда набираете помните я кино отдельно снимал я там набрал абрикос серафим и самая первая фотографии всех моя и кстати там не так много фотографий то есть он в общем-то не распространен зато когда я набрал абрикос успех опять моя фотография и под этой выдуманной видите это называется биография новые сорта действия селекции а вы фотографию того нового сорта почему мою вставили смотреть глаза и ведь не убирает убрали потом когда критиковал критиков я смотрю вот здесь пусто нет ничего вот тут пусто все осталось абрикос успех моя фотография осталась это позор для них а вот абрикос убрали которую я поизгалялся вот он пожалуйста и руссана вот эти русская это я уверен что если вас допустят или до уголок нет и так не допустим уговорят ввести федеральный канал пользы для но это надо кого-то иметь друзья к министрам как минимум и чтобы имел власть настоящую потому что когда вы начнете снимите ролик вот про этот патемиарскую академию про вот эти обманы этот ролик никто не увидит кстати мы с вами сняли сколько роликов 10-20 приезжало телевидение к нам вот а мы так старались вы целый день съемки шли ну и где он одну показали в красавиатске окажется да один сюжет и все все на смарку черта мать или все труды а мы надеемся что пока федеральный канал вот нет тут сильно мы это сильно мы крутые для них а вот она вот смотрите это ее руки смотрите мы поливаем с ней ну назовем это несущая ветка то есть ветка крупная вот и она может дать достаточно количество меток уже потом начальник и плодов она бы предложили вот это то есть вы увидели прекрасно как крупный канал вот такой вот смотрите видите ветка где который пересекать его руку примерно такую ветку одной из пятидесяти взяли примели дальше далеко от основания тут и сказали учитесь за такую учебу не то что гордо надо битвы нет ну и ну хотя бы люди разрезать нельзя плевать такие второстепенные пользу от них 0 следующая фотография это абрикос оттуда до моего дома метров 300 мне нравится всегда когда вижу мужики садятся видео это туда вокруг я видел тут и раз пиво пили или просто курили удобно такие бы конечно надо было бы иметь в каждом городе по тысячи а для этого уже все есть задел мой это четверть миллиона косточек можно было бы тогда нужно все российская акция ведь дело в том что есть такое понятие спальный район есть да есть эти однетажные то есть кругом если внутри какого-то там допустим не дачи нет а вот уже где том стоит капитальный там все это веса то в саду абрикосы почему нельзя расчистать забор там или думать они отравлены для всех вот это вот фотография мне навеял во первых я почему она жива почему плодоносит ну правда слабо плодоносит опылить или нет ну кое-как ну посмотрите форму некому было пилить нижние ветки анти вязинки вас бы сюда сразу за секатор то какой секатор тут уже пила нужно и он уже давно бы погиб слава богу и вот вся российская акция вчера русскоху этот берисович боднар несколько посадил прямо возле под окнами своего свои пятиэтажки мало для россии мало давайте сделаем так где-то когда-то я же не просто кукареку и просто встаню вот я знаю что я вам настроение порчу вы же прекрасно понимаете что пройдет еще вот еще вот ничего не изменится и будет абрикосов но существует вероятность вот сказал об этом еще раз про кукареков допустим восьмой раз а может быть надо на девяносто второй раз что-то сдвинется извините буду дальше кукарекать вот через и боднар я упомянул про абрикосов есть фотографии будет трудно найти сейчас огромный архив где абрикосы плодоносят большие деревья тогда я взял фотографию вот это черевушки это у меня в саду значит плодоносят череша боднар я уже не говорю боднара это раньше было боднара я у него выкупил право я клянусь богом что я никогда ничего в этой жизни никому не должен вот я подошел к нему вот и сказал значит сын его свидетель они садились в машину черевушка случайно встретил вот совершенно случайно и я ему сунул примерно 5000 рублей сейчас не помню я возьму я у тебя выкупаю право назвать черешня боднара я у него его имя а знаете почему косточки то продаю а не имею право если это черешня имела бы это другое название значит у него кто-то когда-то его родил эту сорт кто-то когда-то его райнировал это одно но начиная с магазина косточек добиться успеха десяток разных совершенно желтых розовых красных все это что течения в колятое счета забудьте про это сколько я могу сохранить у меня 9 деревьев всего причем три из них не его об этом ассета грязь корозу 6 кто сохранится это чудо я у него официально заявляю и богом поклялся тут я не шучу тут лишнее слово никогда не скажу вот что я его вручил ну может быть четыре с половиной тысячи то есть я не помню тут тогда точно быть разбором клянешься и сказал отныне это черешня не боднара а черешня боднар и прошу разрешение продавать косточки под этим названием вот так то есть уже не в его саду и никакой халтуры и никакой подлости и не вот эти что я показывал подленькие эти вот еще показывал еще покородели фильм сниму это сколько вранья миллионы миллиарды из карманов за мерквичину вот это черешня боднар моем саду а как доказать черном саду там где у меня папка вот так вот подводишь эту стрелочку и высвечивается характеристики телефона этого фотоаппарата да то все так теперь смотрим на эту черешню другими глазами о чем это смотрите значит это черешня боднар только ну дата не совпадает разное время вот вот ее появилась трещина она росла росла я буквально мороз выворачивал наизнанку я ничего не делал не спасал если бы я все это замазал сейчас бы здесь под ней была бы мертвичина а деревья штамповые имеют свойство залечиваться как потом где-то по облетала вот наружная шкурка вот идет это пытается ободрать и это тоже нельзя делать только сама отпадается и потом о чудо теперь вот это вот восстановилась подчеркиваю восстановилась вы видите с какой стороны с южной правильно это значит что здесь была перегрев никаких я не делал если бы я поберел она давно была мертва так если бы я его вот это бы замазал все ну допустим садом варом ну чем угодно есть еще специальный состав помните коровье дерьмо дальше продолжать глину дальше продолжать купорос дальше продолжать так вот всем этим все замазалось бы и вот это бы новая кора это важнейший один из важнейших вот то что я вам сейчас говорю на всю оставшую жизнь всей россии и если бы я все это все замазал бы используя состав принятый сто лет назад начиная с коровьего дерьма который сейчас хрен не достанешь коров то больше нет в россии вот и тогда бы под этой бы замазкой все это бы новая которая восстановилась она бы не восстановилась а сгнила поняли да и вот что я имею так если вы хотите проверить пожалуйста в другом месте вот там есть дата и вы убедитесь что это равно этому и так однажды коровьего написал статью вот я надо ее опять но в свое время я прокомментировал вот но это была статья опять же моя я и неудобно человека вы стараетесь понимаете научные круги есть видимо поручили тема была какая часть дерево самая морозостойкая вот так звучало и эту статью нашел николай иван вспоминайте николай иванович если вы смотрите вот нашел и там получалось штамп скелет ветки где самое слабое место я не согласился с этой статьей а там статьи так было дотошно столько данных это совершенно ненужная пустая ненужная работа которую платили но которая в принципе вообще не нужна и выводы неправильно почему объясняю по-своему вы уже можете сказать вот самое слабое место да нет дело в том что есть историческая родина и вот она расслабла себя этой человеческой и расслабла расслабла и расслабла и она вся цела у нее может со временем начаться проблемы назовем возрастных ну знаешь что такое взрослые сон пошел похуже действительно что-то стареет и уже появляются язвочки ну как у любого человека вот и тут это к старости а так это и вдруг мы берем эту черешку с исторической родины но там же теплее на 10-20 градусов чем у нас согласны даже не у меня в сибири а в средней россии и вот когда мы взяли посадили и растет она промороженной почве обратите внимание что корни они же не выдерживают это минус 40 они рядом вот смотрите рядом с этой щелочкой корни вот а они начинают допустим подмерзать и тогда сюда перестает поступать влага вот раствор уже не тот солнечные лучи добивают обе снабжения еще хуже и может сказаться что вот это есть самое слабое место вот но дерево обладает особыми свойствами самовосстановления вы видите волосящие черешни а теперь представим себе что происходит обычно мы еще не забудем пока просто ведь из-за я написал на исторической родине это как бы узелок на память и слово не лечить и так значит сажение с садиса с количественными корнями с этого момента на всю крону не хватает где теперь проявляется это самое мороз кончики веток правильно начинает сверху отсыхать но не хватает туда и казалось бы самое слабое место ветки а не то что вы видите перед глазами а в другом месте много снега вот этой бараны бы не было потому что корни под подмерзли и вот она пошла вверх плюс морозобои плюс еще это вот а теперь возьмем когда подгнивает штаб просто подгнивает чуть-чуть закопал эту за косточку и уже вот столько под землей всего лишь уже достаточно чтобы начало гнить и опять причина на уровне снега я про это сейчас на уровне земли я сейчас объясню это это новые термины извините сами напросились кто вас сюда звал я уже так грубо вот и в то есть причина тут а вверху сухие ветки и он попробуйте при этом установить где самое слабое звено у дерева а нет у него слабо-слабо дерево это единый организм от кусочки вырасти чтобы она упала на землю на поверхность и пусть их упала тысячи а одна все-таки дошла до взрослого одна до взрослого состояния больше не дадут потому что в лесу обычно это не хватает солнца все с кронами закрыто какая-то пробилась так где у него слабое место это единый организм так не может быть вот переехал на новом месте да может смотрим дальше сейчас я вам разговаривался не вложусь во время я сейчас приведу пример он очень жизненный я спрошу посмотреть послушать внимательнейшим образом я рассказываю как сейчас это очень важно еще раз центр саяногорска наш парк ну допустим это было года два-три назад когда я ходил по парку взял фотоаппарат второй раз первый раз я схватился за голову я вышел деревья гибнут у меня была загадка и загадок но я же такой я же не как все люди ну ходят и ходят я уверен во всем саяногорске ни один не задал вопрос а те кто видит двойные деревья обрекова это самый сосна растет и береза я уверен саяногорска кроме ни один не задал вопрос а те кто видит фотографию пусть я увидит миллион всех и посмотрит похлопает глазами ну и чёрт ну ничего но если специально студентам рассказать а ну-ка а что ты тут мне то скажет студент а я же на все глазами смотрю будущих ученых будущих а почему двойные я открыл эту загадку вот сперва однако уже были фотографии сделаны сейчас покажу вот они двойные и только прошлом году каким чудом это как будто бог сказал сейчас будет идти чек поздоровайтесь он вас знает я его не помню вот вы поговорите он скажет это я садил я спросил почему по 2 он сказал потому что погибаю часто запомнили погибаю часто а так смысла какой подвес садить вот он береза прекрасно должна расти 100 лет а чем-то 2 объясню итак я узнал правду и теперь внимание смотрим сюда пока мы видим небольшое углубление и вот тут вы увидите начинает портится хора то есть если тут стояла небольшая лужа а вот эти вот почему я про такие рассказывал вещи когда находил абрикосы мертвые возраст 5-8 лет до этого прекрасно себя чувствовали вдруг однажды весной они не просыпаются я вам говорил там стоит лужа лужа днем покрывается льдом этот лед разрушает кору а ночью и так ночью лед днем оттаяло и потом получаются вот такие видите я нашел дикоросы но это неправильно дикоросы если бы в лесу ни хрена бы не было а почему здесь а вот сейчас я правда открываю какие у меня фотографии это в учебнике должно быть это надо еще институты леса у нас есть не только выпускает агрономы у нас целом выпускает ботаников там этих самых которые занимаются экологией еще по-другому называются не только агрономы и вот смотрим дальше давайте смотрим сюда ну если уже приглядеться то теперь уже именно сусна начала разрушаться я ничего не путаю еще ближе сейчас я все я наслаждаюсь этим разговором вот она видите разрушена а теперь посмотрим на цвет этого дикаря вы видите что дерево больно ему осталось дожить то здесь два посадили вот и здесь из-за посадки в углублении а тут много не надо то здесь стояла лужа она замерзала и разрушила вроде все что надо разрушится но там остается много которое я показывал фотографии фильм снимал это вот небольшой склончик и все они гонят никакой это никакой ямки нет никакой льда а здесь и лед был сейчас все самое интересное впереди и внимание друзья я вас не оставлю покоя кого не надо отключать если дело в том что это касается всей страны это касается миллионов миллиардов деревьев уничтожаемых руками человека садят на смерть смотрим дальше внимание опять видите ли эти полосы а вы еще скажете да нет я бы ты не глубокая ям это ни при чем она вот тут вот да вот и вот это самая страшная язва вот это вот я разговаривался чё будет вот она вот здесь как раз видите я вот здесь как раз стоял лед и вот это разрушил а выше это выше льда а значит что-то это самое что-то не троллер константинович вроде бы и прав но не прав но здесь то кто разрушил внимание очередной термин садовода металлурга я специально подчеркиваю металлурга потому что вы знаете что такое металлургия это коррозия металла я ничего не путаю на этот термин по-моему даже в школе проходит нет где же он проходил а институт цветных металлов то есть вот и так коррозия металлов есть железо объявляет об открытии коррозия деревьев не просто коррозия вы видели помните страшную рану на границе сред две среды то есть граница сред поняли да первое земля воздух внимание это вам понятно итак простояло год это было ограждение ну так чтобы проход загородить стояла палка через год она упала где получилось гниение я как бы студентам объясняю студент бы что ответил если он на это соображает это коррозия земля-воздух земля-воздух это по железу уже слово коррозия я применяю впервые в это ну я несколько раз упоминал мы будем считать что впервые на планете появляется термин коррозия деревьев на границе сред всегда где две среды обязательно начинает деградация материал вот и второе внимание а где я бы практически нет снег-воздух вот когда снег лежит и воздух происходит та же самая коррозия и то же самое порция этого самого данном случае коры и так земля-воздух всех воздух все это когда-то перейдет к учебнике вот это вот тогда я объясняю почему и практически я бы нет а при все это испорчено снег тает-тает-тает и вот на этой границе происходит порция не все внимание я иду дальше вот там уже уничтожен полностью ямку видите разве можно садить в ямке об этом 20 лет талдычу откуда знают это ведь что интересно я когда-то познакомился но это ничего не дало оказывается в администрации города сын угорска и наверное во всех городах я не знаю если в районных центрах есть должность этот самый специалист по ну как то ли специалист по ну скажем по озеленению но если ты специалист по озеленению как ты это допустила а вот так уже все посажено было пусто уже выдернули мертвое а вот это нам к нам на пользу на пользу всей стране вот смотрите внимательно кто погубил это сам еще ближе показать кто погубился смотреть глаза вы видите что случилось то здесь была лужа и пока лужа таяла это место было уничтожено а это мертва следующая мертва вот а дальше в разной степени дохлости и еще не все фотографии но когда это все будет изучать в институтах хотя бы в институтах чтобы уже придет же он с дипломом то агронома поэтому устроиться специалист по озеленению чтобы это должен знать то я все дальше сада не совался смотрите ну что еще надо то какие доказательства и дерево мертво так это и и и и и